Дилфи.Эстония. Тотальный диктант в Таллине прочитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Дилфи.Эстония. 30 марта 2019 года. Настала пора рассказать еще об одном подарке для таллинских поклонников тотального диктанта. На одной из площадок текста зачитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Уверен, его участие в акции привлечет всех тех, кто пережил бурю эмоций, болея за российскую команду на прошедшем чемпионате мира по футболу, сказал глава Таллинского архкомитета акции, председатель Таллинского городского собрания Михаил Калвард. В этом году участникам акции придется сделать непростой выбор, определяясь с площадкой. Автор текста Павел Басинский выступит в качестве диктатора в Центре русской культуры, Кирилл Кера, в спортивном холле Калев, а Станислав Черчесов, власть на Мяевском легкоатлетическом холле. Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, под началом которого команда достигла высоких результатов на прошедшем летом 2018 года чемпионате мира. Не секрет, что я – профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания. Но попробовать себя в новой роли – интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею, поделился Станислав Черчесов. «Замечательно, что в Таллине множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовых проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. И я с радостью помогу им в этом». Станислав Черчесов также отметил, что у него на родине, в Северной Осетии, тотальный диктант давно уже перестал быть малоизвестным новшеством. Четыре года назад он был впервые написан во Владикавказе. С тех пор число принимающих участие в акции стабильно растет. Конечно, было бы более ожидаемо и привычно посетить ваш чудесный город, что называется, по спортивной линии. Но и площадка тотального диктанта ничем не уступает футбольному полю. Ведь и в тотальном диктанте, и в спорте есть общий принцип – важна не победа, а участие. «Поздравляю всех таллинцев с титулом столицы тотального диктанта 2019 и приглашаю поучаствовать в акции», – сказал главный тренер сборной России по футболу. Ранее диктант в Таллине зачитывали известные артисты Дмитрий Харатиан, Леонид Ермольник, Виктор Сухоруков и Дима Билан. «Тотальный диктант» – ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Подробнее о проекте – на сайте totaldich.ru. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.